Одежда – это первое, на что мы с вами обращаем внимание, когда с кем-то встречаемся, не правда ли? С одежды начинается формирование впечатления о человеке. Даже если через какое-то время мы забудем, в чем был одет тот человек, с которым мы встречались, то есть созданное этой одеждой впечатление остается глубоко в нашей памяти. И потом вот это сформированное мнение о человеке, оно сопровождает нас на основании того, в чем он был одет, когда мы с ним познакомились. Выбор одежды воспринимается как свидетельство того, каких эталонов человек придерживается, что он считает правильным, что он считает красивым, что он считает приличным, наконец. Людям автоматически приписываются те качества, которые связывают с одеждой, которую человек одет. Специалист в области психологии Дженнифер Баумгартнер в своей книге много-много раз повторяет одно и то же утверждение. Человек есть то, во что он одет. Человек есть то, какую одежду он для себя выбирает. Один короткий, 24 стих, 15 главы Евангелия от Марка. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять». Я хочу, чтобы мы спели одну строчку речь об одежде. Давайте споем. Песня. 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 Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Здесь на современном языке можно сказать, вы оделись во Христа. Доказана связь одежды с характеристиками человека. Мы можем с этим спорить, мы можем с этим не соглашаться, мы можем делать вид, что это не так, но на самом деле это так. Так, связь одежды, которую одевается человек с самим человеком, много раз доказана. Замечено воздействие одежды на поведение носящего ее человека. Одежда, если хотите, меняет человека, диктует манеру его поведения и даже формирует характер. Выбирая одежду, человек не просто оформляет свою внешность, задумывается над тем, как он будет выглядеть, он программирует свое поведение. Так, например, исследователи утверждают, что одна и та же женщина чувствует себя совершенно по-разному, если она, например, дома одета в домашнем халате с фартуком. Та же самая женщина надевает спортивные костюмы, кроссовки или та же самая женщина наряжается в бальное платье. Один и тот же человек в трех разных видах одежды чувствует себя по-разному, ведет себя по-разному, ощущает себя по-разному. Думаю излишне объяснять, что одежда банкира, например, существенно отличается от облачения врача, комбинезон автослесаря, сильно отличается от формы полицейского. Внешний вид бомжа, который живет под мостом, от мантии священника. Одежда влияет на человека. Она не только изменяет отношение к нему людей, которые на него смотрят, она изменяет его самого. Есть такие моменты в жизни, когда одежда обладает особым символизмом. Человек, выбирая какую-то одежду, желает что-то сообщить через свое одеяние окружающим. Через одежду люди иногда желают выразить то или иное духовное состояние с помощью облачения, направить какой-то сигнал, посыл обществу. Например, мы можем вспомнить первую древнюю Пасху, когда при освобождении из египетского рабства своего народа Господь предписал ему одеяние. И в этом был духовный символизм. Посмотрите, как описано это в книге Исход. «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках, и ешьте его, агнца, с поспешностью». Это Пасха Господня. Таким образом, требуя особого одеяния, Господь заложил глубокий символизм в эту трапезу своим всем видом, поспешностью, с которой они принимали агнца, они свидетельствовали о Пасхе Господней. Господь определил четкие критерии и правила для одежды священников, служащих в его храме. Даже ткань предписывалась, какую нужно, какую должна взять. Господь не рекомендовал использовать одновременно один род ткани и другой. Было предписание, для него это было чрезвычайно важно, потому что все одеяние, в которое облачался священник, имел не только культурную, может быть, или физическую составляющую, но и глубокий символизм в себе нес. Далее, пожалуй, самый для нас близкий пример выражения духовного смысла мы видим в традиции надевать нашим крещаемым в день крещения белоснежные одежды. Это не просто одежда, это не просто приятно для глаз. В этом глубокий символизм чистоты и святости, которую дарует Господь через прощение. Через белые одежды, в которые он одет, крещаемый может прочувствовать, насладиться, показать всем окружающим, воздать славу Богу за ту чистоту, которая совершенно недоступна для души человеческой, для его сердца, никакими другими способами. В этом простом одеянии глубочайший духовный смысл. То же самое можно сказать и о белоснежном платье невесты, которая идет под невец, свидетельствуя всем о своей чистоте пред Господом. Наконец, Бог открывает нам, как Он одет. Он тоже имеет одежду и вкладывает в эту одежду особый духовный смысл. Псалмопевец приоткрывает нам тайну и говорит, ты одеваешься светом, как ризою. В этом тоже Господь хочет дать нам символ, проявить свою власть и святость и силу. С другой стороны, когда мы говорим об одежде, мы каждый раз вспоминаем о том, что, собственно, само возникновение любого одеяния, любой одежды напрямую связано с грехопадением человека. Наши прародители с помощью одежды предприняли такую неумелую попытку скрыть свою наготу. Дело в том, что грех исказил их восприятие друг друга. До этого они не испытывали необходимости в одежде. Грех открыл темную сторону человеческого естества. Они почувствовали стыд перед Творцом. И с помощью одежд попытались скрыть свою наготу. В изменившемся после грехопадения о мире одежда стала символом этой попытки первых людей скрыть свой грех. Творец не оказался удовлетворенным выбором прародителей. Ему не понравилась их одежда. Он ее заменил. Его не устраивают попытки человека, когда он свою греховность, свою нечистоту пытается скрыть за какой-то одеждой, которая может выглядеть прилично. И таким образом заменить необходимость процедуры, которую делает только один и исключительно сам Господь. Он призван заменить одежду, которой человек пытается скрыть грех. А теперь вспомним тот гимн, который мы спели. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Все, что касается последствий греха, попытки очиститься от него, прикрыться одеждой, все это регулирует только Бог. Это Его область, Его прерогатива. Все наши потуги в этом вопросе ничего в Его глазах не значат. Вся наша праведность, говорит пророк Исаия, как запачканная одежда. Даже если мы делаем вид, что она чистая, даже если для нас в наших представлениях, в нашем понимании греха, мира, в котором мы живем, в нашем представлении святости и лояльности ко греху Бога, нам кажется, что эта одежда достаточно для того, чтобы удовлетворить справедливость и святость Божию. Это не так. Только одна одежда имеет цену и играет роль для всемогущего. Поэтому Он и принял решение заменить эту одежду. Он сменил одеяния первых грешников. Он изготовил для них свои одежды. И вот мы теперь обращаемся к тексту, который прочитал. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять». Это произошло с нашим Спасителем на Голгофе. Этот момент его страданий указывает на все перечисленные свойства и причины для одежды. В этом коротком свидетельстве мы видим все перечисленные качества, все, о чем мы говорили. Я, конечно, далек от мысли, что любое действие на Голгофе в момент страдания Христа имеет какой-то символизм или духовный смысл. Но все же, когда я смотрю на это, мне видится всемогущая рука Божья с одной стороны, и с другой стороны я прихожу в восторг от того, насколько Господь продумал все. Насколько в этих маленьких нюансах, полутонах, даже в коротком случае с одеждой, Он дает нам духовный символ, духовный сигнал, наконец, духовный урок, чтобы тысячи лет спустя мы с вами могли найти ободрение и надежду в том, что с нами произошло, дорогие. Господь облег нас во Христа. Большое влияние для человека имеет одежда. Мы говорили, что она формирует характер его, она определяет его поступки, восприятие человека окружающим. И мы видим, что Спаситель был одет в хитон. Как мы знаем, хитон – это одежда священника. Господь в свое время предписал Моисею, хитон стяжной пусть сделает Арону, брату твоему, одежды священные, чтобы он был священником мне. Когда мы пытаемся разузнать, а что же за одежду там делили между собой распявшие Христа, то в перечне этом мы обнаруживаем хитон. И мы понимаем, что это признак первосвященника, что эта одежда – не случайный выбор Христа. Это сигнал и урок для нас, что сняли этот хитон неспросто учителя, раздели первосвященника по чину Мелхиседека. Второе, о чем мы говорили – это символизм. И вновь говоря о хитоне, Священное Писание делает уточнение, что этот хитон был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали воины друг другу – не станем его раздирать, а бросим о нем жребий. Целостность хитона. Мы говорим, если вы помните, о символизме одежды. Целостность хитона не только указывает на первосвященнический статус нашего Спасителя, но говорит о нем, как о Боге, цельный отрезок материи. Мы понимаем, что речь о Боге, который полноправен, который закончен, который идеален – это абсолют целостности. В нем все. Он не состоит из кусочков. Это полнота всего во всем. Наконец, когда мы говорим о причинах возникновения одежды, мы, конечно, говорим о грехе человека, о его глубочайшем падении перед Богом в Едемском саду. И вспоминаем о том, что возникла необходимость заменить одежды Адама и Евы. На Голгофе происходит столь необходимая грешникам замена, в чем мы с вами имели крайнюю нужду. Христос отдает свой хитон грешникам, чтобы вернуть нам с вами, дорогие, доступ в рай. Христос перед всем миром и Отцом Своим Небесным явился совершенно беззащитным, неприкрытым никакой одеждой, доступным для всех ветров и стихий мира, любой агрессии и издевательствам. Он оказался беззащитным. Спаситель отдал Свои одежды, чтобы указать на Свою заместительную задачу, на Свою заместительную роль. На кресте должны были быть мы с вами униженные и оголенные в своих грехах, что Бог видит нас насквозь в одежде мы или нет, чтобы дать понять миру, что мы ничто и всякая наша одежда в глазах Бога запачкана. Христос, Спаситель, отдал Свою одежду, указав таким образом на Свою заместительную роль. Он был распят вместо нас. Он единственный, кто получил право сказать, совершилось. Пророк Исаия говорит слова, которые и сегодня, спустя тысячи лет, приводят нас в трепет. Он облег меня в ризы спасения. Мы не чувствуем больше себя ногими, не видим и не понимаем ущербность того одеяния, которое мы для себя создали. Он одел нас в ризы спасения. Одеждую правды одел меня, говорит он, как на жениха возложил венец нетерновый, венец победы, и как невесту украсил, как невесту в белоснежное платье одел. Вот глубочайший символизм одежды, в которую нас нарядил Христос. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Он облег меня в ризы спасения. Да, облег-то облег, и речь кажется вроде бы об одежде, но сегодня вопрос в другом. Какой ценой? Какой ценой достались нам эти ризы спасения? Сколько было уплачено за одежду правды, в которую он нас одел? Сколько стоил венец на нашей голове? И в какую цену обошлось платье невесты? Две истины в заключении. Первая обращается ко всем к тем, кто однажды получил эти ризы спасения, чистые одежды, кто насладился оправданием и очищением грехов перед Богом. Сегодня тот день, когда Господь призывает нас посмотреться в зеркало на нашу одежду, да испытывает же себя человек, это время, это день, это момент, когда мы должны подойти к зеркалу и поправить нашу одежду, испытать себя, в каком состоянии те белоснежные одежды, те наряды, которыми Господь нас обогатил. Все ли в порядке? По-прежнему ли я достоин взять хлеб и прикоснуться к чаше и быть достойным этой трапезы? Не запачканы ли те одежды? Не нуждаются ли они в обновлении? Наконец вопрос, насколько мы дорожим этой чистотой? Насколько нам дороги те одежды, которые достались нам даром, но за которые была уплачена столь высокая цена? И вторая истина обращена к тем, кто еще не обменял одежды. Возможно, вы, как когда-то наши прародители, пытаетесь изготовить что-то свое, прикрыться, сделать себя лучше и сказать, я уже исправился, я уже не такой грешник, таким образом заменив необходимость глубочайшей смены в жизни вашей, абсолютной смены одежды, чтобы мы облачились во Христа. Господь напоминает нам сегодня, наши одежды в любом случае не годятся, они для Него не представляют ценности и не в состоянии очистить от греха. Нужно, необходимо, чтобы новые одежды дал нам Сам Господь. Как-то давно уже я слышал рассказ об одном художнике, который решил нарисовать бомжа, нищего человека. И он пошел, в их районе был огромный мост, под которым жили такие люди. И он посмотрел самого-самого такого яркого, который вот на картине будет колоритно смотреться. Подошел к нему, почувствовал запах давно немытого тела, и он ему говорит, слушай, я тебя нарисовать хочу, ты можешь мне попозировать? Я тебе дам чуть-чуть денег, может быть, накормлю тебя. Приди ко мне завтра. Тут я недалеко живу, назвал адрес. И тот согласился. На утро он пошел, в речке искупался, попросил себя немножко постричь. У одного взял более-менее приличные брюки, у другого занял туфли, у третьего рубашку попросил, даже бабочку прилепил. Стучит ему в дом, тот выходит из дома, что вы хотели. Он говорит, ну как, у нас время назначено, вы хотели меня рисовать. Я говорю, послушайте, нет, мне нужен был тот, вчерашний, мне вот этого не нужно, таких полгородов. Мне нужно, чтобы ты пришел ко мне такой, какой ты есть. Мы, грешные люди, делаем попытки показаться пред Богом чуть-чуть лучше, чем мы есть. Мы сегодня никого не обманули, мы сегодня ничего не украли, мы сегодня вели себя достойно, и нам кажется, нам уже нет необходимости каяться во грехах, нет необходимости полного, абсолютного обновления, которое необходимо перед Богом. Мы занимаем у нашей человеческой натуры какие-то шмотки, которые могут приукрасить наше естество, какие-то поступки, делаем вид, что мы благородные, но нет, для Господа это не годится, для Него все это, как запачканные одежды, Он предлагает свои, чистые, белоснежные и святые. Так вопрос, дорожим ли мы нашими одеждами, которые достались нам от Господа, и второй вопрос, а не пришло ли время сменить одежду? Господь предлагает нам эту одежду, распявшие Его, делили одежды Его. Пусть Господь благословит нас, когда мы будем брать в руки хлеб и вино, вспомнить о Эдемском саде, где было потеряно ощущение чистоты и святости пред Богом. И вспомним крест Голгофский, где Христос предал Себя самого, отказавшись от одежды добровольно, чтобы искупить нас такой высокой ценой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok